Представители образовательных учреждений России приехали в Кишинев, чтобы познакомиться с деятельностью школы детских садов с преподаванием на русском языке. На этот раз у нас большая делегация из Москвы. Она представляет правительство Москвы, в частности, Департамент образования города Москвы и Московский институт открытого образования. В составе делегации люди, которые занимаются очень разными вопросами. От начальной школы до вуза. Здесь есть и заведующие кафедрами, и представители ректората этого вуза. Но, несмотря на то, что они представляют разные кафедры, занимаются разными исследованиями, тема у нас одна. Мы обсуждаем вопросы подготовки человека к жизни в поликультурном социуме. Мы давно сотрудничаем с Славянским университетом. Нас связывают большие узы дружбы. Ну и в целом наш сегодняшний визит, он имеет некий формат, связанный с проведением конференции, обменом опытом, круглыми столами. У нас большая культурная программа. И мы надеемся, что сегодняшние мероприятия и последующие приведут нас к новому этапу в наших отношениях. Возможно, мы будем рассматривать какие-то организационные новые формы, открытие филиала или представительства. То, что сегодня позволяет нам законодательство Республики Молдова и на то, что готовы пойти представители нашего института. Российские гости приняли участие в педагогической конференции в Славянском университете и круглом столе по вопросам сотрудничества и обмена опытом в сфере образования между учебными заведениями. Уважаемые гости из Российской Федерации посетят не только Славянский университет, не только несколько лицеев в городе Кишиневе, несколько детских садов в городе Кишиневе. Целый день будет посвящен встрече в Приднестровье, в Тирасполе. Они будут там работать и в школах. Они будут приняты в Министерстве образования Приднестровья. Они будут приняты в Тираспольском государственном университете. Также будет встреча в Гагаузии, будет встреча в Чедерлунге, в Камрате. Интерес московской делегации, представителей Департамента образования и Департамента международных связей, он обоснован тем, что они хотят посмотреть, как в Республике Молдовы строится и развивается система образования на языках национальных меньшинств, как в Республике Молдова и в разных регионах Республики Молдова идет построение билингвального образования, сохранение и развитие языковых особенностей русских, украинцев, болгар, гагаузов. Конечно же, им очень интересно увидеть, как развивается русская школа, какие этапы и какая последовательность сохранения образования на русском языке. Мы привезли багаж литературы, в частности, нашей кафедры разработаны для того, чтобы оставить это в подарок нашим коллегам. Это очень важно в условиях страны, в которой живут представители самых разных народов, национальностей, понимание того, что образование есть главное условие для формирования гармоничных взаимоотношений в обществе среди людей самых разных национальностей. Есть основа того, что эта гармонизация в обществе будет происходить, что будет действие на направлении этой гармонизации. И когда люди собираются, и им есть что сказать, есть чем поделиться, тогда этот процесс ускоряется. И, наверное, не только темпы увеличиваются, но и качество этой работы достигает более высокого уровня. На текущий учебный год Славянский университет наметил множество мероприятий международного формата по взаимодействию в области педагогики и преподавания. Нынешнее событие лишь первое в этом списке. Преоторатия Московского института открыта. Продолжение следует...